Начало весны задает Том всей работе администрации Щелковского района. Самое время поговорить о планах по благоустройству, о мерах по борьбе с сезонным гололедом, а также о подготовке к празднованию 8 марта. Открывая оперативное совещание, глава района Алексей Валов традиционно отметил главное за прошедшую неделю. Это был его ежегодный отчет перед населением, финал конкурса «Педагог года», а также знаковые события в развитии транспортно-дорожной инфраструктуры, установка пролетных конструкций на мосту через Клязьму в районе улицы Фабричной. Это лишь один из этапов реализации большого проекта строительства объездной дороги вокруг Щелкова, подчеркнул глава. Его по поручению губернатора курируют Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры и зампред правительства Игорь Тересков. И, конечно, он остается в зоне личной ответственности Алексея Валова. Параллельно готовится к проектированию автомобильной дороги от Заречной до Фриановского шоссе. Был в МТДИ, разговаривал с Игорем Борисовичем по этой дороге по магистральной. Ну, разговор был такой, что, конечно же, ее надо строить. Надо построить, потому что вход должен быть у Щелкова. Еще один долгожданный проект, касающийся развития дорожной сети – строительство дублера Щелковского шоссе. Завершаются подготовительные работы. Стопроцентно он будет строиться, стопроцентно будут строить федералы. Остается там немножечко буквально в плане выбора земельных участков и согласования с Национальным парком Лосиный остров. Дороги и тротуары регионального и местного значения также сегодня в центре внимания. На совещании говорили о планах на сезон, когда проводить ямочный ремонт, когда работы капитального характера. Начальник профильного управления Максим Пчелкин отметил, планы формируются по запросам жителей, в том числе на основании обращений на портал Добродел. А еще говорили о погоде. Весенние перепады температуры от плюс пяти до минус десяти очень опасны. Дорожники доложили о готовности борьбы с гололедом. Работы выполнялись с использованием 11 единиц специализированной техники трех бригад дорожных рабочих. Со стороны контролирующих органов практически не было замечаний. Всего два предупреждения. В понедельник и сиреневый они были устранены. В настоящее время соль имеется, реагенты имеются и ПСС тоже. Чкаловский парк одержал победу в рейтинговом голосовании по благоустройству общественных территорий на портале Добродел. Получил 3989 голосов и перспективы благоустройства в этом году. Совсем чуть-чуть уступил парк в Щелкове-7, а в целом городской округ Щелкова оказался самым активным в Подмосковье. Всего от нашего муниципалитета на портале проголосовало 7850 человек. Это приятно, что у нас есть такие жители, которые хотят улучшения комфорта проживания своего личного и окружающих. Когда жители голосуют за добро, это располагает на такие добрые мысли. Будет ли городской округ Щелкова так же динамично и эффективно развиваться, зависит от предстоящих выборов в Единый совет депутатов, которые пройдут в сентябре. Партии и общественные организации начали формировать списки кандидатов. Алексей Валов напомнил на совещании, что в этой работе надо руководствоваться не личными, а общественными интересами. Работа очень непростая. Все мероприятия должны проводиться во имя того, чтобы в совет городского округа вошли только достойные люди. Чтобы не вошли какие-то ловкачи и лихачи от политических катаклизмов ситуации, которые приходят в совет депутатов для того, чтобы какие-то свои личные корыстные цели отстаивать. Мы должны в конце концов понять, что спокойствие у нас в городском округе будет только тогда, когда придут люди способные, достойные отстаивать интересы жителей на любом уровне представительной и исполнительной власти.